Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью». Сегодня, накануне Дня Защитника Отечества, в нашей программе мы поговорим о сохранении памяти, о героях и их подвигах. И у нас в гостях частный коллекционер, житель городского округа Пушкинский Сергей Чебенеев. Сергей, добрый вечер! Здравствуйте! Благодарю вас за то, что вы приехали к нам и сейчас расскажете о своей коллекции, о том, чем вы занимаетесь. И, конечно же, первый вопрос связан с тем, что из себя представляет ваша коллекция, что это такое? Я собираю достаточно длительное время военную форму и различные артефакты по советской армии и по истории нашего государства. В моей коллекции большое количество различных мундиров, начиная с тридцатых годов и кончая семидесятыми годами по советской армии. Особенно мне интересен период от пятидесятых годов, потому что он сам по себе очень интересен, этот период в истории нашей страны. То есть люди себя ощущали победителями, война только закончилась. Закончились те лишения и хлопоты, которые были сопряжены вот с этим тяжелым периодом. Страна была горда этой победой и это отразилось, естественно, на развитии военной формы. То есть она сама по себе очень красивая и интересная. А также это различные документы, листовки, фронтовые письма, открытки, фотографии. То есть все, что связано с периодом Великой Отечественной войны и последующей историей советской армии и нашего государства. Да, мы видим, что вы сегодня принесли некоторые предметы из вашей коллекции. Но сначала расскажите, сколько предметов, сколько артефактов насчитывает ваша коллекция, что самое уникальное. И, наверное, подробнее уже перейдем к вот этим представленным здесь предметам. Ну, к сожалению, я не смог принести какие-то предметы из основной части моей коллекции, то есть по униформе, потому что это все очень объемное. И ограничился сегодня документальной частью, то есть принес некоторые документы. И документы, которые, на мой взгляд, важны, как мне кажется. И у меня после знакомства с этими документами, в общем-то, как-то это осталось в памяти и, мне кажется, очень четко характеризует вот тот период нашей истории. Ну, это сохранение памяти. Документы – это сохранение памяти, это история, это человеческая жизнь в том числе. Ну, это материальная составляющая той эпохи, потому что уходят люди, которые представляли эту эпоху, остаются какие-то предметы. Эти предметы сохраняются, они переходят из рук в руки, и таким образом, в общем-то, можно окунуться в те события, увидеть, прочувствовать что-то. То есть, когда человек может взять в руки письмо и прочитать, о чём писал солдат в 1942-1943 году, или же какой-то предмет, который принадлежал этому солдату. Ну, наверное, восприятие тех событий, оно несколько иное, нежели сейчас. Ну, давайте немножечко познакомим наших телезрителей как раз с той эпохой, как вы говорите, почитать письма. Что вы сегодня сделали? Ну, знаете, вот меня очень взволновало, как-то мне попались документы одного молодого человека. Это как бы ряд документов. Он житель города Тулы. Это молодой мальчик, ну, на тот период, 1925 года рождения. Мне достался его комсомольский билет, его письма с фронта. А давайте, может, мы развернём, покажем. Вот его фотография. Совсем юный, молодой мальчик, который вступил в комсомольскую организацию в 1940 году. Его письма с фронта родителям, вот их несколько, этих писем. Треугольники, да? Да, так называемые треугольники. То есть они вот складывались таким образом. Это письмо, обычный листок бумаги, на котором человек писал, либо карандашом, что, скорее всего, химическим, либо, в некоторых случаях, ручкой. Сворачивал его таким образом, таким корабликом и отправлял через свою воинскую почту. Здесь стоит номер этой воинской почты, штамп уже почтового отделения получателя и характерный штамп проверенной военной цензуры. А здесь писали адрес, куда отправлялось письмо, и обратный адрес, который ограничился в ВЧ, военная почта, такая-то номер, и фамилия, и отчество. Вот, как бы, такое письмо. И что же можно узнать в этих письмах? Вот конкретно чем вас зацепила эта история? Ну, само по себе очень интересно, потому что судьба этого человека, как бы раскрылась мне, из его писем известно. То есть, эти письма, видимо, хранила его мать достаточно долго. Ну, как бы, все мы смертные, уходим из этой жизни. И потом они попали уже в руки собирателей бумаг и в конечном итоге ко мне. Он, в 1942 году, он поступает в военное училище, этот мальчик. Но в 1943 году, неизвестно по какой причине, там причин было много, это, может быть, и что-то с поведением было связано, с неправильным. Может быть, он как доброволец попросился на фронт. Он оказывается в действующей армии. И вот в одном из своих письм он пишет о том, что «Мама, наш поезд должен проезжать через наш город. Если можете и хотите встретиться со мной, приходите на станцию». Второе письмо, которое следует там через месяц после предыдущего подати, уже говорит о том, что «Вот, мама, к сожалению, нам не удалось встретиться, потому что наш поезд не завели в город, а он прошел окруженной дорогой, и мы не увиделись, ну, передавайте всем привет, кланяйтесь от меня», и так далее, и тому подобное. Третье письмо, он пишет, что принимает участие в боевых действиях, что он воюет, что он бьет нацистскую гадину. А дальше уже в этой подборке документов извещение о том, что красноармеец Гусев пропал без листи в декабре 1943 года. Может быть, покажем, да. И следующее письмо, потому что сын для матери – это достаточно как бы потери сына, это большая жизненная трагедия. Она и после войны пытается найти его судьбу, познакомиться, то есть узнать, что случилось. И вот в 1947 году она подает запрос о розыске сына, ну, им отвечает, что, в общем-то, никаких известий о ее мальчике нет. Вот как-то… Да, целая человеческая жизнь. Целая человеческая жизнь, да, в нескольких письмах. И более зрительно для меня это то, что вот эта фотография этого мальчика, то есть вот он на глазах находится. Ну а как вам попадают эти письма, эти артефакты? Ну, я периодически посещаю какие-то блошиные рынки, являюсь участником многих военно-исторических форумов, где осуществляется обмен, продажа каких-то документов, предметов, и вот что-то, что меня заинтересует, я приобретаю. А в поисковых экспедициях участвуете? Несколько раз я принимал участие, но затем как-то я отказался от этого, потому что были более интересные вещи, в частности, я вам говорил по реставрации военной техники, и поэтому я уже отказался. А так вот я могу сказать, что лично я нашел двух советских солдат, но, правда, без жетона, без всего, но это, в общем-то, такое-то... Это было под Оржевом, как бы трогательная такая ситуация, что вот более 70 лет человек пролежал в болоте, вот мы случайно просто наткнулись, шли по болоту на котелок какой-то, и потом увидели кость, вот раскопали. Человек 70 лет лежал, как бы, незахороненный. Мы собрали все это, отнесли поисковикам в этой деревне, и вот в дальнейшем этого человека, этого красноармейца, захоронили в братской могиле в этой деревне. Еще вот один документ, который меня тоже очень впечатлил, это карточка советского военнопленного. Это так, военнопленный Федоров, советский солдат, который попал в плен в 1942 году, а в 1944 году он скончался. Потому что немцы вели очень скрипулезный учет всех военнопленных, вот сразу, когда он попадал в плен, заводили карточку. У первых военнослужащих они делали даже фотографии с номером этого человека, то есть вот его фотография. Но я думаю, что стоит, если вы покажете крупным планом, стоит посмотреть взгляд этого человека. Этот человек в плену, но он не сломлен. Посмотрите, как он смотрит на тех, кто его фотографирует. То есть это вот с ненавистью человек смотрит. Но, к сожалению, он, в общем-то, погиб. Тоже вот документ той эпохи. А как давно вы занимаетесь коллекционированием? Я считаю, что, наверное, как-то все разрешено заранее, в какой-то сентябре. То есть я верю в судебность. И я вот почему-то с детства, насколько я себя помню, 4-5 лет я уже собирал каких-то солдатиков, потом какие-то этикетки спичечные. Затем это были марки, длительное увлечение марками. Это какие-то старинные монеты. А в результате, в общем-то, я... То есть, ну, все же время я что-то собираю. И уже где-то порядка 20 лет тому назад я пришел к коллекционированию именно военных артефактов. Потому что перед этим я... Ну, меня всегда, конечно, военная история интересовала. История Красной Армии. Потому что несколько моих родственников погибли во время Великой Отечественной войны. И, в частности, дед моей матери пропал без вести, его брат пропал без вести. А с детства я слышал очень много рассказов и о деде, и о его брате, от моей бабушки. И вот как-то, видимо, это где-то зацепило. И я пришел к такому коллекционированию. И одновременно с этим я считаю, что очень многое закладывается и формируется благодаря хорошим педагогам в школе. Потому что мне повезло вот с такими педагогами. У нас были замечательные учителя и руководители вне классной работы. В частности, это Елена Евгеньевна Кирякова, которую я всегда вспоминаю. Которые занимались... Ну, во-первых, эти люди все были фронтовики. Они прошли войну. Кто-то медсестрой. Кто-то в воинской части, в авиационной. Это вот как директор нашей школы. И у нас как-то вот эта работа была поставлена в школе очень хорошо. Да и вообще в 70-е, 80-е годы, до развала Советского Союза, этому уделялось огромное внимание. Что, в общем-то, наверное, очень-очень правильно. Ну, а как вы считаете... Извините, да, перебью. Нормально. Сейчас опять это возрождается тенденция патриотического воспитания. Вот что вы можете сказать? Вы наверняка встречаетесь с молодёжью. К вам приходят наверняка экскурсии. Видите ли вы отклик у молодёжи, когда они соприкасаются с этой историей, воочию просто видят предметы той эпохи? Ну, сначала хочется сказать, что было очень печально видеть вот эти 90-е годы, когда огульное шло, очернение всего и вся, то есть уничтожение, уничижение, то есть подвига наших отцов и дедов, и восхваление благодаря вот этой массовой пропаганде и засилию иностранных, в частности голливудских фильмов, там, о каких-то солдатах, которые воевали и принесли мир нашей земле. И, конечно, очень болезненно всё это, я вот к этому относился, но потом на определённом этапе как-то я заметил, что всё возвращается на круги свои, да, благодаря тому, что президент очень часто говорил об этом, какие-то движения молодёжные были организованы, организованы, но, вот, знаете, мне кажется, ну, это, возможно, знаете, какой-то подход такой старческий, что называется, взребезжание и визжание по этому поводу, вот всё равно что-то не то, как было раньше, хотя я, конечно, не уверен. Но я хочу сказать, что достаточно часто я встречаюсь с молодёжей, и меня поражает иногда среди представителей этой молодёжи большие знания по истории Великой Отечественной войне, то есть, вот, люди разбираются даже в танках, в техническом оснащении, то-то-то-то. Вот такой случай. У дома мы как раз собирали 34-ку, макет делали, и приехал папа на велосипеде с мальчиком, которому где-то, ну, лет 6 или 7. И он обращается, говорит, вы танк делаете? Я говорю, да, танк делаем. Это какая-то 34-ка, какого года? С башни пирожок или с башни гайка? Понимаете, я был поражён. Вот такая вот ситуация. А так, конечно, вот, мне кажется, особенно в последнее время, в общем-то, интерес у молодёжи проявляется к исторической составляющей и к истории, боевой и героической истории нашего государства. Но это не может не радовать определённо, что возрождается интерес. Тем более, когда рядом с нами вот есть человек, который может показать наглядно, как это было, как это происходило. И, ну, расскажите, какой самый уникальный артефакт вашей коллекции, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, каждый предмет, который как бы попал в моё поле зрения или там остался у меня, он для меня по-своему чем-то ценен и интересен. Понимаете, вот я остановился на письмах. Меня это очень дурно задело и пробило, вот судьба этого человека, мальчишки этого. Потому что там действительно, вот он 25-го года рождения, сколько, 18 лет ему было, когда он погибает. Или же вот такие документы, причём вот эта выписка из немецкого архива, то есть справка о смерти советского военнослужащего в лагере. Причём это человек из Калмыкии, с калмыцким именем, и я пытался по базе ОБД найти этого солдата, но вот этот солдат не существует. Вот у немцев он проходит, как погибший, а у нас он по документам не проходит. То есть вот как-то вот такой растворившийся человек. Или, например, вот такой предмет. Трогательная вещь. Ну, я думаю, что не каждый сейчас скажет, что это за мешок, а для чего он нужен, особенно как бы у молодых людей. Это так называемый кесет. И вот когда его берешь в руки и смотришь на него, смотришь на эту вышивку, причём вышивка детская, буквы неровные, прыгают немножко. Сразу такая вот трогательная картина, как какая-то дочка вышивает папе вот этот кесет, отправляет, чтобы он её согревал. И вообще это мешочек для табака, кесет так называемый. Ну, вот тоже как-то он у меня остался. Тронул, да? Да, тронул. Прослеживается такая связь времён. Сейчас же тоже появляется такая акция, письма нашим бойцам в зону СВО. И тоже именно вот эта вот трогательность, когда дети пишут письма, рисуют что-то. И бойцы неоднократно рассказывали, как это их греет. То есть вот тоже... И одновременно с этим это приобщает детей в том возрасте, когда закладываются основные какие-то черты характера к тому же, к сопричастности к событиям в стране. То есть они оказывают помощь какую-то своём на своём уровне. Это замечательно и здорово. Это здорово. Да, замечательно. Сергей, ну что же, расскажите о реставрации техники. Не могу не спросить, не могу не задать этот вопрос. Всё-таки основное направление вашей деятельности – это реставрация военной техники. Расскажите, сколько единиц техники восстановили? Что это за техника? Ну, волею судеб, где-то около 15 лет тому назад я вот как-то в жизни у меня появилось новое направление. Я занялся реставрацией военной техники, то есть сборкой макетов. Когда я посещал места, где воевал мой дед и где он пропал в близости, я в одной из деревень увидел груду металла. Эта груда металла меня заинтересовала, подошёл поближе и с удивлением увидел, что это же танк на куски разложенный. Так стало интересно. И обратился к хозяину этого металлолома, он поисковик. Я говорю, а что, чего, как? Он сказал, что это вот танк. И причём обратил внимание меня на борт этого танка, где просматривалась надпись «Отважный». Мне стало очень интересно и интересно попробовать свои силы в том, чтобы можно его и собрать. Опять нельзя этот танк. Мы привезли сюда, в Пушкино. И в результате длительной, кровотливой и тяжёлой работы через полтора года мы смогли собрать этот танк. Танк носил имя «Отважный». Потом занимались историей этого танка и экипажа этого танка. Там очень интересно было. И историей танк героический. Героический он в том плане, что впервые по документам этот танк упоминается в боях под Оржевом, в одной из деревень, такая, называя Полунино. Он получил повреждения, и ремонтные работы проводились у него. И одновременно с этим в приказе по полку, по этому танковому, то бишь бригаде, извините, танковой, указывалось, что нескольким боевым машинам присваивались звания. Одному там Штейн был, Суворов присвоили, и одному танку «Отважный». И кратко описывалось тот подвиг, который совершили эти танкисты. А оказывается, когда они шли в наступление, они попали на минное поле, танк был подорван, слетела гусеница. Нацисты, увидев, что танк обездвижен, попытались захватить этот танк и экипаж. Но один из членов экипажа отстреливался из пулемета, а остальные ремонтировали эту гусеницу, то есть меняли траки. Ну, представьте себе, под оружейным огнем в полный рост надо стоять, перебивать эти траки. Им все-таки удалось без потерь это сделать. И вот обратите внимание, они по своим следам задним ходом съехали с этого минного поля. То есть мастер, водитель, механик был, какой мастер. И за это им командование присвоило звание «Отважный». Очень долго искали фамилии этого экипажа, это очень трудно было найти. Мы потом нашли членов этого экипажа, это командир танка был Левак, еврей по национальности, механик-водитель Андреев русский, и третий у них был украинец, вот такой интернациональный экипаж, который тогда воевал во время Великой Отечественной войны. И это все захватило, тем более данный танк попал в Заполярный круг в Салехард, во вновь организуемый Парк Победы. И как-то стало интересно, то есть когда ты видишь, что из бесформенной груды металла появляется знакомый по очертаниям легко узнаваемый предмет, как вот, например, танк, это очень приятно и радостно за свою работу. И вот так оно все пошло, уже на протяжении 16 или 17 лет получается, что занимаемся этими вопросами. — Насколько удалось восстановить техники? — Ну, около 30 единиц. — Ничего себе. Насколько уходит на одну единицу? — Ну, знаете, сам процесс сборки, он не такой длительный. Там можно от трех месяцев до шести месяцев собрать. Даже шесть месяцев и достаточно длительный срок. Но набор запчастей на танк, он занимает длительное время. Вот, например, когда мы делали для музея «Боевая слава» Урал, это город Верхняя Пышма, танк, макет танка КВ-1, я собирал запчасти на эту машину. Это тяжелый советский танк, Клим Ворошилов, около шести лет. А собирали мы его там три месяца уже сварили и все остальное. Вот это уже более просто. То есть, надо найти оригинальные вещи, когда они, они известно, попадутся они или не попадутся. Когда вот кто-то позвонил, сказал, что вот нашли. А может очень долго не появляться это все. Ну, то есть... — У вас в основном танки? — В основном танки, да. Артиллерийские орудия. И два законченных самолета. Это по два для музея в Москве на улице Образцова, для музея толерантности и истории еврейского народа, который позиционируется как самолет Полины Геллер, Герой Советского Союза, одно из ночных ведений, так называемых. Ил-2, который стоит, установлен в городе Красноуральске. И в настоящее время, вот тоже пытаюсь закончить, еще один самолет Ил-2. Двухместный самолет, причем с очень интересной судьбой. Останки его были обнаружены в 2007 году в Псковской области по архивным документам. Он пропал без вести 3 января 1943 года, то есть он не вышел из пикирования. На этом самолете командиром экипажа был командир полка, уроженец города Красноярска, а стрелком-радистом был лейтенант, адъютант полка, уроженец города Химки. Как бы наш земляк, можно сказать. Ну что ж, Сергей, время нашего прямого эфира подходит к завершению. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам. Поздравляю вас с наступающим Днем Защитника Отечества. И желаю успехов в вашей дальнейшей работе. Огромное спасибо. Спасибо. Спасибо, что смотрели нас. У нас сегодня в гостях был коллекционер Сергей Чебенеев. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok